В станице Азовской состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ривьера». Зрелищный парад воздушных шаров, приуроченный к 95-летию Северского района, продлится три дня с 17 по 19 мая. В рамках фестиваля посетители смогут увидеть не только полеты тепловых аэростатов, но и демонстрацию моделей малой авиации, зажигательные выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, ночное шоу воздушных шаров и многое другое. Кроме того, для гостей праздника организованы конные прогулки и туристические поездки на джипах. А самых маленьких посетителей ждет детский городок с красочными батутами и аттракционами, аквагрим, шоу мыльных пузырей и сладкие угощения. С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Общие проблемы лучше всего решать сообща. Выездная приемная главы Северского района в поселке Черноморске собрала специалистов из районной администрации и неравнодушных граждан для обсуждения самых актуальных и острых вопросов. Глава района Адам Джарим совместно с главой Черноморского поселения Денисом Левагиным лично принял участие в беседе с гражданами и включился в работу. Главной проблемой в поселении уже долгое время являются перебои с водоснабжением. Ветхие коммуникации, ограниченные технические и финансовые ресурсы тормозят процесс замены старых водопроводных труб. Однако на сегодняшний день уже составлен план замены коммуникаций. Далее темп работы будет зависеть от технических возможностей. Помимо водоснабжения на встрече поднимались вопросы ремонта дорожного покрытия и межевания земельных участков. Впереди летний сезон и подготовка к нему активно идет во всех поселениях муниципалитета. Замена 5% водопроводных сетей – одна из первоочередных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, стоящих перед руководством муниципалитетов и поселений Краснодарского края. На 2019 год в Северском районе планируется заменить 32 километра 100 метров водопроводных сетей. 15 мая к работе приступили несколько поселений. В поселке Афибский приобретены 300 метров трубы. Работы идут по улице Фрунце от улицы Ленина до Пушкина. Этот водопровод, который мы сегодня менять будем, это совместный наш проект вместе с жителями. Три источника финансирования. Это жители, компания наша, которая поставляет воду нашим гражданам, это Транснадоканал, и администрация. Хочу сказать огромное спасибо жителям, что они с подниманием относятся. И это не первый у нас участок улицы или водопровода, который мы демонтируем и монтируем новый совместно с жителем. В станице Ставропольской и Григорьевского сельского поселения начались работы по улице Орджоникидзе. На средства местной администрации куплена труба для замены 500 метров водопровода. В станице Новодмитриевской за счет средств, выделенных за СК, планируется поменять около 800 метров труб. В Азовском сельском поселении в микрорайоне Саклия началось строительство нового водопровода общей протяженностью 1,2 км. Активно ведутся работы и в районном центре. Администрации северского поселения сегодня начаты работы по замене водопроводных сетей. Всего мы в этом году планируем заменить 4,4 км. В первую очередь будут заменены те водопроводные сети, которые у нас часто рвутся, где большие порывы. Соответственно, мы начинаем с улицы Кирпичной, затем у нас в планах улица Кочубея. Данную работу мы будем проводить в течение года. Всего на сегодняшний день в северском районе заменено 2,5 км водопровода, что составляет около 8% от годового плана. В полицейские северского района присоединились к всероссийской акции «Зарядка с представителями правопорядка». Необычное мероприятие прошло в школе номер 45 станицы Северской. В нем приняли участие ученики кадетского полицейского класса имени Алексея Бурнаева. Инспектор отдела по работе с личным составом лейтенант внутренней службы Иван Хорошман провел с участниками акции разминку и показал основные приемы самообороны, которыми владеет каждый сотрудник полиции. До конца учебного года остались считанные дни. В преддверии летних каникул юрист правового направления старший лейтенант Екатерина Ребенко напомнила школьникам о необходимости соблюдения детского закона и правил дорожного движения. Главная цель подобных акций – привлечение внимания детей к работе полиции. Поддержка семьи для спортсмена бесценна даже для самого юного. В спорткомплексе поселка Афибский прошел спортивный праздник «Семейные старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к празднованию Дня Кубанской семьи. Ребята со всего района собрались, чтобы посостязаться в ловкости и упорстве. В этот раз никто не сидел на скамейке запасных, дети вместе со своими родителями участвовали во всех состязаниях и конкурсах. Глава района Адам Джарим поздравил всех собравшихся с праздником. Всех поздравляю с праздником, с Днем Кубанской семьи. Конечно же, всем желаю благополучия, добра и счастья. Сегодня будет замечательное соревнование, состязание семейных соревнований. Поэтому, прежде всего, я хочу вам пожелать удачи. Вы молодцы. Преодолевая все, вы веки вперед. А вам, родители, хочу сказать спасибо за любовь, за доброту, за достойчивость и за веру. Пусть это будет сказано. С праздником, дорогие мои. Спорт – это конкуренция, постоянное преодолевание себя и стремление к новым победам. В этот день в зале царила атмосфера настоящего семейного праздника, где улыбки и детский смех ценятся дороже любых медалей. Подбодрить ребят на соревнованиях приехали творческие коллективы района. Вы приятные, а приятные шаги. Вы приятные, а приятные шаги. Вы приятные шаги. Завершились семейные старты награждением лучших. Победители и призеры получили медали и почетные грамоты. Но важнее всего улыбки на лицах детей и те эмоции, которые испытывают родители, когда видят своих чад такими счастливыми. Уже к концу года Москва может стать мировой столицей каршеринга, обогнав Токио. Число поездок в городе на автомобилях подобного сервиса достигает не менее 30 тысяч в день. Для сравнения, за весь 2016 год поездок было всего 45 тысяч. Сейчас находится Москва в втором месте в мире после Токио по количеству автомобилей каршеринга на дорогах. Это 17,5 тысяч автомобилей. В Токио 20 тысяч. К концу года в Москве будет 25 тысяч. Московский рынок каршеринга увеличивается в два-три раза в год. Способствует этому то, что в городе становится больше платных парковок. А в поминутном сервисе проката авто отведены специальные места, которые уже предоплачены. Сейчас стоимость владения автомобиля, она из года в год растет. Транспортные налоги, топливо в конце концов, парковка в центре города. Это всё накладывает основные расходы. Тем самым каршеринг – это выход для тех людей, кто не готов покупать свой личный автомобиль и содержать его. Кроме отсутствия платы за парковку, которая может достигать 6 долларов в час, каршеринг привлекает москвичей и новыми возможностями. Ты можешь менять формат автомобиля. То есть в центр ехать на маленькой компактной машине гораздо удобнее. При этом, если нужно поехать с друзьями, то можно взять автомобиль побольше. Когда у тебя твой личный автомобиль, у тебя нет этого выбора, у тебя одна машина. В прошлом году в Москве на 5 тысяч жителей было по одному авто из служб каршеринга. Сегодня пропорция составляет одно авто на тысячу человек. При этом исследования показывают, что бум каршеринга не должен подорвать продажи новых автомобилей. Срок службы машин компании по прокату в 3,5 раза короче, чем личных автомобилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова